Итак, добрейший денёчек, дорогие друзья, с вами Криптофатиев. Сегодня мы небольшой, значит, сделаем обзор рынка криптовалют, потому что, по сути, ситуация не меняется. Биткоин у нас не пробивает 6800, более того, он не может закрепиться у отметки 6700, торгов нету, рост какой-то такой, знаете, более чем манипуляционный, да. То есть, можно сказать, что это за рост пока что полноценный считать и нельзя, потому что, по большому счёту, биткоин действительно сейчас, что он сделал, вернулся на 6600 и пытается сейчас пройти наверх, но не может это сделать из-за того, что отсутствуют торги, отсутствуют объёмы и ситуация на рынке так себе. Но, если мы посмотрим, альты, кстати, неплохо растут и неплохо отрастают. То есть, мы видим, что, например, криптовалюта электрониума, которую я разбирал буквально на днях, когда она стоила цент, она уже подросла, очень хорошо подросла. Многие, конечно, отозвались об этой криптовалюте плохо, говорят, что в США, на Западе её пиарят, там типа вот эти разработчики этой криптовалюты заказывают видосы. Ну, я не знаю, насколько это правда, но я вижу, что сейчас она отрастает. И её отличительные особенности я подчеркивал в том видеоролике, можете отдельно его посмотреть, что её можно майнить с телефонов. Вот насколько эта криптовалюта прозрачна, насколько она может дать иксы, это вы решаете сами покупать, её не покупать. То есть, я её не покупал, у меня её нету, я лишь обратил ваше внимание, но сейчас она показывает рост. Что касается, значит, других аспектов, то, что, например, вот, опять-таки, 0x у нас уже стоит больше доллара, альты, в принципе, неплохо отрастают. Zilliq, которую я называл в топ-5 альтов на лето, и непосредственно называл на июль месяц. Ну и другие криптовалюты, Nano, мы видим, Bitcoin, Bitcoin, они неплохо сейчас откатываются. Конечно, из всего, что перечислено, июль, плохо, конечно, даёт откат Icon. Но я его поставил, конечно, не на первое место, не на второе, не на третье, на пятом месте. И поэтому мы сейчас видим, что Icon, конечно, отрастает похуже, чем те криптовалюты, про которые я говорил. Что касается NEO, вот, например, я на него обращал ваше внимание, когда также разбирал ролики, когда у нас был медвежий тренд, но у нас он ещё и присутствует. По глобальному, значит, тренду мы ещё находимся в медвежьем движении. Только тогда, когда мы пробьём отметку 10 тысяч, в следующий раз можно будет говорить о непосредственно бычьем движении, полностью восстановлении рынка. Пока что об этом говорить нельзя, и мы ещё находимся в медвежьем движении. Что касается NEO, про который я, опять-таки, рассказывал, когда он был ещё по 30 долларов, потом я думал, что, конечно, он пойдёт у нас на 25 долларов, потому что он пробил 30-ку и был готов уже 25 долларов торговаться. Но он это не сделал, и сейчас он хорошо откатился, и практически скоро даст X2. Что можно сказать? Криптовалюта сама по себе неплохая. То есть, если её брать долгосрок, то можно рассмотреть непосредственно дальнейшее падение этой криптовалюты в эту зону, и потом её взять. То есть, главное это сейчас на рынке ждать. Я сейчас прекрасно понимаю, что у нас в медвежье полностью движение, торгов сейчас нету, и вот всё, что сейчас показывается, якобы рост, может непосредственно всё это пойти в тартарары в один момент. Поэтому я считаю, будет ключевая зона у нас 6800, и от неё уже биткоин будет отталкиваться. То есть, я об этом ещё вчера говорил. Вот, рекомендовать что-то заходить или покупать сейчас не буду, потому что не имеет никакого вообще смысла на таком рынке что-то делать, потому что торги отсутствуют, альты, конечно, отрастают, но какие-то сверх-иксы, даже если ты купил криптовалюты, которые очень хорошо отрастают, очень сложно сделать. То есть, я практически ещё жду, пока всё отрастёт. Вот, то есть, опять-таки, хочу заметить, что альты как бы показывают возвращение в зоны свои, да, то есть, зоны, в которых они были. Но это вовсе не означает рост и какое-то супер движение вверх. Пока что это движение очень такое медленное. Более того, биткоин уже сейчас торгуется 6600 на Coinbase, и непосредственно вчера он вроде как стремился к отметке 6800, и готов был пробить отметку 6700, но он этого не сделал. Поэтому очень трудно говорить сейчас о росте в связи с тем, что отсутствуют торги, биткоин-доминанс у нас практически 42%, пока что так. Лично мои мысли. Что касается NEM, он запускает крупнейший блокчейн-центр в Азии, и центр будет базой для инкубирования и ускорения стартапов и фирм, которым нужна информация и навыки в области технологии блокчейн и интеграции NEM в регион. В задачи центра также входит ознакомление населения страны с технологией блокчейн, поскольку в школах и университетах не дается достаточно информации, позволяющей понять технологию. Главной целью является образ мышления, в связи с которым люди могут подумать, что блокчейн слишком сложен. Ну и помимо прочего, на обучение студентов университетов с дальнейшими планами по реализации и стартапов в целях продвижения технологий в стране планируется выделить около 500 тысяч малайзийских ринг-гитов, то есть это 120 тысяч долларов. Австралийская криптобиржа Independent Reserve добавит в листинг XRP, то есть Ripple, и чтобы Independent Reserve включила в листинг криптовалюту, она должна соответствовать ряду критериев, включая показатели качества, стабильности и объем торгов. Наши клиенты запрашивали XRP, и мы почувствовали, что настало время предложить им ее. Но к настоящему времени платформа поддерживает биткоин, эфириум, биткоин кэш и лайткоин, а также три фиатные валюты USD, RG и NSD. В сети Bitcoin Gold состоялся хардфорк, и таким образом проект продвигает одну из основных идей, заключающуюся в уходе от ASIC майнинга. Обновление сети прошло успешно, новый Equihash BTG Proof of Work, и да, работают как ожидалось. По словам разработчиков, новый алгоритм включает персонализацию, которая затрудняет перенаправление мощности майнинга через рынки хэширующих мощностей, что гарантирует большую безопасность сети. Глава VEX продает биржу стороннику ДНР Морячку, CEO криптовалютной биржи VEX, бывший BTC E Дмитрий Васильев, намерен продать площадку экс-боевику ДНР Дмитрию Хавчинга. В силу различных форс-мажорных событий, произошедших с биржей, у Васильева, занимающего в VEX должность менеджера, появилось право продажи. Мы хотим купить. Отношения с партнерами зашли в тупик, планирую продать и заняться другими проектами. Честно говоря, я даже не знаю такую биржу, не торговал никогда, поэтому Binance наше все, если что, реферальная ссылка в описании. Ну и подводя итоги, можно сказать, что пока что у нас рынок в ожидании чуда. Куда это чудо пойдет? Чудо Биткоин, чудо рынок, пока что неизвестно. Но можем сказать, что определенно сейчас Биткоину, чтобы непосредственно преодолеть отметку 6800, ключевую зону, по которой он дальше может показать, какой уже либо рост, очень трудно. И, соответственно, заявлять о том, что сейчас полноценный разворот рынка в нисходящем канале тоже очень трудно. Соответственно, тут напрашивается такой вывод, в дальнейшем мы можем, конечно, упасть. И, конечно, покупки по заниженным ценам, таким как Лайткоин по 50 долларов, они остаются лично у меня в силе. Что касается альтов, которые сейчас уже дали неплохие проценты, я считаю, что буду ждать полноценные иксы до талого, скажем так. Ну, а с вами был Виктор Фатеев. Всем удачи и всем пока.